На календаре 3 день ноября На календаре 3 ноября 1891 года На заседании Московского математического общества Сделал доклад о парении птиц В докладе ученый теоретически обосновал фигурные полеты Кстати о парении В 1881, то есть ровно за 10 лет до доклада Жуковского И тоже 3 ноября другой, так сказать, пионер авиации Александр Можайский получил патент Вернее, как тогда говорили, привилегию На воздухоплавательный снаряд И еще в 2012 году Военно-воздушный флот России отмечает юбилей В ВВС исполняется 100 лет Как только появились первые самолеты Состоялись первые полеты Российское командование Прикинуло возможности авиации И вот по инициативе великого князя Александра Александровича Был создан особый комитет По развитию военно-воздушного флота Но чтобы развивать флот, нужны были деньги Собрали огромное количество денег Вот я знаю, что на эти нужды Только наши хабалов, не помню какой из них Пожертвовал 5000 рублей Я думаю, что самарцы внесли свою лепту И теперь мы можем честно, как потомки самарцев Праздновать эту годовщину, столетнюю Утро 3 ноября 1861 года выдалось беспокойным В селе Рождествено с Изранского уезда Начался пожар Из-за порывистого ветра огонь быстро Перебросился на крестьянские избы И за каких-нибудь пару часов Выгорели дотла 60 дворов Самарцы тут же протянули Погорельцам руку помощи Собрали 1200 рублей Один из купцов бесплатно предоставил пострадавшим лес К счастью, запасы хлеба в том огне не пострадали 3 ноября 1865 года При Самарском губернском правлении Открылась сберегательная касса Она пользовалась у населения большой популярностью В годы советской власти первая государственная сберегательная касса Была учреждена в Самаре в 1923 году Эта касса находилась на улице Куйбышева 93 Там, где сегодня Самарский финансово-экономический колледж 3 ноября 1903 года В селе Васильевка Самарского уезда Купец Ашанин соорудил паровую мельницу В это же время голландский врач Вильям Эндховен Изобрел электрокардиограф Прибор для изучения работы сердца Он же придумал современное обозначение зубцов ЭКГ И описал некоторые нарушения в работе сердца В 1924 году изобретателю ЭКГ Присудили Нобелевскую премию по медицине 36 лет назад, 3 ноября 1976 года Куйбышев подтвердил статус научного центра страны На улице Мичурина, 58 Открылся Центральный государственный архив Научно-технической документации СССР Это был уникальный центр хранения документов По истории отечественной науки и техники Ныне здесь филиал Российского госархива Людей прославленных, родившихся 3 ноября, очень много Это известные поэты Самуил Маршак, Эдуард Багрицкий Народный артистка Советского Союза Александра Яблочкина И один из основателей известной фирмы Спортивной одежды «Адидас» Адольф Дасслер 75 лет назад родился Борис Свойский Писатель, поэт, сценарист Самарской студии кинохроники В третий день ноября с днем рождения Поздравляют Евгения Плющенко Известного фигуриста, олимпийского чемпиона Александра Градского Певца, музыканта, композитора Юрия Величко Председателя правления Самарского облупотребсоюза И Ольгу Стась Директора киностудии «Волгафильм» С именинами можно поздравить Якова, Иллариона и Пелагею На Руси знали, что Илларионов день Знаменовал появление первых Порошей морозных ночей Чтобы дороги скорее установились Крестьяне выходили на улицу И зазывали зиму замастить их Без крайней необходимости в дальний путь не отправлялись В народе про этот день говорили Первая Пороша – несанный путь И бездорожья хулить, по белу свету не ходить До свидания Заглянем в календарь завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok